он ведь и на просвет середине притаилась сейчас вторую возьму тоже а нет это в общем пустая скорее всего он туда залезла и сумела выбраться вот мусор всякий может быть из-за мусора она и смогла выбраться а из той нет в общем еще одна и того на сегодняшний день 60 в мою пользу уже это 6 так и смотрю у меня в изгороди растут какие-то непонятные кусты в общем здесь вот вот непонятно что это у меня за растение такое тут растет нужно будет его отрезать и повырывать вот такие как вьюны это какой-то то ли огурец то ли короче не знаю что вот и все это лезет и короче будет это мне мешать я хочу все это по удалять к чертовой матери а вот этот куст смотрите уже до два с половиной года в принципе он быстро разросся я его посадил наверное ну да наверное да ему два года и смотрите как он уже хорошо так подрос укоренился все нормально здесь у меня раньше что я была закрывала ну как бы делала такой декоративный вход но теперь или густер нужно только его отформировать чтобы он был более такой плоский здесь вот и будет нормально но пока что наверно все цветы красиво клубничка у меня цветет а надежда из баварии меня спрашивала это мнение серами знаете такой этот тон шарики которые добавляют в орхидеи для субстрата нет это у меня глава мульча ее получает из лавы она такая пористая и в общем она и влагу накапливает и за пористого своего этого она короче может все впитывать себя и также быть прибежищем для но для жизни микроорганизмов они любят где-нибудь в таких вот местах а вообще не то что они любят да если вернуться опять к микробиологии то получается что положительно заряжены или отрицательно заряжены частички почвы они притягивают наверно положительно заряженные притягивают отрицательно заряженные микроорганизмы вот и получается что они находятся 90 процентов у нас микроорганизмов они находятся у нас в почве из-за того что их вот притягивает сама почву ну вот такой вот довольно таки интересный такой физический факт вот и соответственно внесение всяких разных пористых веществ она тоже способствует тому что там потом накапливается множество множеством микроорганизмов так друзья хочу вам показать вот обратите внимание на вот эти вот зеленые штучки и пойдем сейчас вот в эту грядку смотрите эти зеленые штучки вот как раз я тут устанавливаю вот дырка вот там дырка скорее всего где-то там вот копали где то есть вот дырка и скорее всего где-то там в общем надоели мне эти мыши они постоянно роют вот урон от них большой и я по периметру поставил вот такие это получается это мышеловки а вот еще нарыли это такие мыши ловки я туда забрасываю приманку но может быть хлебушек какой-то там или печенька вот или те же самые семечки вот и в общем мы чтобы заходит дверцы захлопывается и все мне нужно вот те вот вычистить потому что там очередные были мышки я их уже отправил в далекое путешествие вот и за два дня 50 в мою пользу представляете просто пипец какой-то они уже задолбали их очень много раза разводится вот если не предпринимать какие-то меры то это вот система довольно таки проста и мне понравилось то что в магазине лидлю от вот этой вот фирмы на продается в связке две штуки я взял их три штуки получается у меня 6 мышеловок и вот одна для этих приманка для скажите мне шнеки для улиток вот но допустим уже вот это вот очень эффективно работает сейчас посмотрю я туда пиво наливал не знаю машине там от пились улитки и там сидят нет пока улиток не вижу лишние как тоже не вижу так посмотрю сколько у меня тут температура 16 градусов не вчера так немножко полил чесночок но он и так хорошо растет и он смотрите помните я вам показывал лук говорил что его срезал я вчера тоже в центре тоже срезал оставил это нужно сказала блин это уже много а тут его реально вот буквально недавно срезали уже опять надо срезать ну и смотрите как допустим хорошо наращивают массу те которые покупные а кроме а вот этих двух которые говорил да вот они страдают болеет а все остальные более-менее особенно вот те покупные которые заново я посадил опять дракон разросся стремительно в общем чего хочу сейчас сделать у меня там слива и на этой сливе еще пока скрученные листья я возьму сейчас райт и буду каждый листочек пробрызгивать потому что это такая тля который нужно преодолеть ее защитный этот барьер вот она очень такая живучая и устойчивая ко всяким разным химикатом которыми образуешь так и еще хочу поделиться с вами радостью в моем синичнике эти вылупили сильные птенцы и все родители начали полностью кормить они теперь постоянно летает вот вот самец выковыривает этот арахис а самка сейчас только что улетела в поисках какого-нибудь червячка так друзья утро следующего дня какая благодать это вообще вчера и в этом месте оставлял вот здесь две мышеловки даже три и они все в общем никого там нет думаю блин чё за фигня такая всех что ли по переловил оказывается нет в той части однозначно наверно всех переловил а в этой части нет вот это вот закрыто и вот это закрыто и в обоих сидят мышки да и вот еще одна стоит на ней видно как ползали эти слизни сама дверца не закрыта хотя тут бегают бегают нужно будет вот сюда тоже поставить они здесь любят бегать но и у меня тут грибочки выросли в моем этом газончики вот они продаются я вчера еще две купил хочу поставить и в домик одну на всякий случай и поставлю в этот сарайчик сара они тоже любят забираться и там отдыхают ну кроме этого взял такие они получается для электричества там потому что штекер дано 220 но в нем стоит преобразователь которую понижает вольтаж до четырех с половиной вольта она может вообще работать от повербанка и вот это вот 10 метровые кеты может работать от повербанка них здесь 20 этих огоньков декоративных не они обходятся дешевле чем допустим солнечные я возьму сделаю этот usb припаяю ну вот и можно будет использовать также купил вот такое вот растение даже не знаю это наверное пеларгония до эдель пеларгония и у меня есть большие емкости я тоже в общем пер пересажу в большие емкости кстати покупал в этом тоже в лидли кроме этого купил вот такие вот ножницы ну вот на пробу таких у меня еще не было нет не пробовал вот такие вот большие емкости вместе с подставками вот это мои купленные светильники дополнительно а вот такую вот лопатку я посмотрел у светлана и швейцарии решил тоже себе купить прикольно скорее всего нам удобно вот так что такие на этот момент покупки так я и привез свою рассаду сейчас поставлю их под колпаки и пусть она под рассадой стоит те которые взошли будут просто стоять а те которые еще не взошли я их поставлю под колпак и купил для изгороди вот такой вот ли густар большой здесь 10 штучек не наверное я его тоже высажу он синицы кормит слушайте запищали запищали все синица постоянно все летает кормит вот я их посажу здесь получать 10 штук это где-то на два с половиной метра на в конце концов вот в конце концов вы видите вот вы вы видите это